Продолжая наше занятие, мы разобрали в основном теоретическую часть. Сейчас мы будем конкретно, практически говорить о различных заповедях. Вы еще должны обязательно помнить, мы когда говорили о заветах, такой очень важный принцип, я еще раз ее диктую, что ни один из заветов не отменял предыдущего, но что делал? Дополнял, совершенствовал отношения между Богом и человеком и поднимал их на новую ступень. Поэтому мы говорили, что завет Моисея, если говорить, что он уже закончился, это неправильно и это противоречит словам самого Ишуа. В действительности завет Моисея верен и истинен, и мы говорили, есть заповеди, касающиеся храма услужения, которые указывали на жертву Ишуа Мессии, они действительно выполнены, но их не так много. Остальные заповеди, они сохраняются, актуальность и сейчас. И Ишуа сказал, что ни одна из этих заповедей не пройдет, пока все не исполнится. Имеется в виду, не все не исполнится, говорят, что он на кресте уже все исполнит. Это имеется в виду до конца человечества, да? До тех пор, пока небо и земля не будут разрушены и заменены новыми. Поэтому мы будем сейчас разбирать эти заповеди и будем говорить, что некоторые из них касаются евреев, но некоторые из них касаются как евреев, да? Так и неевреев. Хорошо. Итак, что же главное в иудаизме? Что же главное в иудаизме? Прежде всего, первое, это народ Израиль. В широком смысле народ Божий. Да? Мы знаем, что сейчас народ Божий, это верующие Ишуа, евреи и неевреи. И Бог никогда не заменял Израиль церковью, вы знаете. Вот. Говорят, духовный Израиль. Когда говорится духовный Израиль, тогда говорится о конкретной ситуации, о которой писал Павел в 11 главе, но не говорится о том, что церковь заменила Израиль. Израиль остается, да? Большая часть Израиля сейчас не верны Богу, но они все равно оставались, остаются и всегда будут оставаться Божьим народом. Основания, мы знаем, все основания мессианской еврейской теологии, да? Они сейчас все базируются на 11 главе Римлян. И главное, Иеремии 31, 31, да? Новый Завет заключен с домом Израиля и домом Иуды. Не написано с народом Божьим, да? Вот. А написано конкретно с евреями. А неевреи входят в этот Завет. И то, что большая часть евреев все-таки сейчас не принадлежит Новому Завету, это вовсе не означает, что они перестали быть народом Божиим. Итак, первое, самое главное, это народ Божий. Дети Авраама, Исаака и Иакова. Целью всех важных обещаний и предназначений, которые были даны Господом про отцу нашему Аврааму, было то, чтобы он приказал детям своим и своему дому блюсти после себя путь Божий, творить милосердие, правосудие на земле. Так говорят еврейские мудрецы. И так, я считаю, в действительности существуют. С тех пор считаемся все мы, включая всех тех, кто превращился к нашей вере, детьми наших родцов Авраама, Исаака и Иакова. И все мы, включая и приобщившись, произносим ежедневно в молитвах следующих. Божий наш и Божий предков наших. Божий Авраама, Божий Исаака и Божий Иакова. И так определили мудрецы наши. Три знака отличия у этого, то есть еврейского или Божьего народа. Запишите. Три знака отличия у еврейского или Божьего народа. Первое. Милосердие, скромность или застенчивость и благотворительность. Милосердие, скромность или застенчивость и благотворительность. И еще сказали они, то есть еврейские мудрецы. Тот, кто жалеет живых существ, ведомо, что из потомков Авраама он. А кто не жалеет живых существ, ведомо, что не к потомкам Авраама он относится. Вы знаете, что охота запрещена из спортивного интереса, да? Разрешается охота только если необходимо действительно питаться. А убийство любых живых существ из удовольствия иудаизм запрещает. То есть иудаизм высоко отследит душу. Душа – это жизнь, синоним, да? Нефиш. Вот и кровь, потому что душа в крови. И говорится об определенных заповедях, касающихся всего живого. Но человек еще выше живого. Все живое создано Богом, да? Но только человек создан по образу и подобию Бога. Поэтому тот, кто убивает животных без необходимости, тот фактически что? Нарушает заповеди Бога. Какую заповедь? Которая была дана Адаму, да? Заботиться о земле, заботиться о природе. А если мы убиваем человека, то мы тем самым убиваем Бога, который в этом человеке. Это еще более серьезное и страшное преступление. Избранный и святой народ – это семья. Помните, мы давали определение? Второй курс знает, первый еще не знает, да? Что евреи – это не нация, да? Евреи – это не религия или там вероисповедание, а евреи – это семья. Имеющий трех правцов – Авраама, Исаака и Якова, четырех правматерей, да? Как Сару, Ривку, Рахель и Лея, да? И находящийся в завете с Богом. Итак, что отличает эту семью? Духовное наследие, можно выразить, духовное наследие Израиля в четырех основных заповедях. Первое. Вера в единого Бога, Творца Вселенной и ее правители. Да. Значит, сыны Израиля, да? Это одна семья. И духовное наследие в четырех основных заповедях. Помните, вы говорили? Десять заповедей расширены со столкованием 613. Но есть какие-то заповеди, которые являются особо важными, да? Это не значит, что есть неважные заповеди. Но некоторые есть особо важные заповеди. Итак, духовное наследие Израиля заключается в четырех основных заповедях. Вера в единого Бога, Творца Вселенной и ее правителя. Второе. Творение правосудия и милосердия на земле. Везде правосудие идет вместе с милосердием. Потому что суд без милости. Помните, это говорит Яков, милосердие превозносится над судом. Люди часто ищут справедливости. Но есть такой анекдот. Сначала ты ищешь справедливость, а потом другую работу. Да? Вот. Справедливость и суд без милосердия не могут существовать. Итак, первое. И самое главное. Вера в единого Бога. Творца Вселенной и ее правителя. Это не один Бог, а Эхад. Единый Бог. Мы говорили. Везде говорится в Торе Эхад. Эхад – это сложное составное единство. Бог един. Второе. Творение правосудия и милосердия на земле. Третье, что характерно для еврейского народа – это ритуал обрезания. Но мы говорили, что обрезание – это знак не только евреев, да? Это знак потомков Авраама. А те, которые приходят необрезанными, они как идут? Как потомки Авраама вне обрезания. Мы это уже разбирали. И четвертое – любовь и верность к земле Израиля, которую Господь Бог обещал им и всем им потомкам после них. Помните, одно из важнейших обетований – это земля Израиля. И мы будем видеть, что земля Израиля все больше и больше занимает место в истории человечества. Человечество – маленькая земля, да? И к концу истории человечества земля Израиля станет центром, куда будут собираться все люди на земле, да? Но это не значит, что все 6 миллиардов приедут в Израиль. Это значит, что будут представители со всех народов земли. И на какой они праздник будут приходить? Да, скоро этот праздник у нас будет, да? Мы как-то будем разбирать еще эти праздники подробно. Хорошо. Будучи в Египте, сыны Израиля размножились, превратились в большой народ. И когда настала необходимость, этот народ вышел из Египта, и ему была дана святая Тора. Святая Тора. И Тора устанавливает обязанности и привилегии народа. Если, ну, которые думают, что избрание – это хорошо быть избранным народом, да, то все евреи говорят, Господи, почему ты избрал нас, а не кого-то другого. И это большая ответственность, это большие привилегии, но и большие обязанности. Хорошо. И перед Богом народ Израиля отвечает больше, чем другие народы. Потому что чем больше дано, тем больше из тебя что? Спросишь. Да. Все одним учителем дано. Одной из основ веры нашего народа является вера в то, что Тора дана Богом, и что Моисей написал ее по указу Бога. Поэтому все указания Торы, исходят они от Моисея? Они исходят от Бога. Видите, мы говорим. Вы помните, первоначально были даны скрыжали, где Бог написал десять заповедей своей собственной рукой. Но потом эти скрыжали были разбиты. И дальше Моисей писал под диктовку Бога. Но говорят, где делись эти скрыжали? Они же были сделаны из драгоценного камня сафира. И там разбились они на большие и на маленькие кусочки. Это такой анекдот, притча. На больших кусочках получилось там прелюбодействуй, кради, да? И так далее. А на маленьких кусочках Ло, Ло, Ло. Поэтому богатые собрали большие кусочки. И они и грабят, и прелюбодействуют. И делают, что хотят. А бедным людям осталось только Ло, Ло, Ло. Не делай, да? Ло. Нельзя. Хорошо. Дальше. Понятие тшувы или раскаяния. Сейчас идут праздники, привлечаются к нам, какие? Связаны с Роша Шаната, с праздниками раскаяния. И иудаизм учит, что все грехи могут быть искуплены раскаянием. То есть шува. Любой грех, если человек искренне кается и совершает там определенные действия, например, грех, который против человека направлен, еще требует возмещения, ущерба, да? Знаю. Но благодаря Святой Кровейшему Мессии, любой грех наш, даже самый страшный грех, за который полагалась смертная казнь, он может быть прощен. И в этом величайшая благодать Нового Завета. Потому что Танах предусматривал некоторые вещи, по которым не было прощения. И вот когда говорит Петр, что там, помните, молитесь за тех, за тех, за тех, но есть грехи к смерти. И вот есть самые серьезные грехи, которые определили мудрецы, и вот эти грехи считают к смерти. Потому что христиане толкуют это вольно. Но были грехи, за которые человек не получал прощения. За некоторые он мог принести в жертву, да? Но если человек был убийцей сознательно, мог он принести в жертву. Нет. Такого убийцу даже возле рогов жертвенника брали. И я говорю, что величайшая милость Ишуа Мессии в этом, да? Что и убийства, и прелебодеяния могут быть прощены. И кровь Ишуа Мессии искупает и эти грехи, которые говорят к смерти. Даже если бы Иуда покаялся, я уверен, он был бы прощен. Это было просто отношение сердца самого Иуда. Потому что Петр тоже предал Ишуа, но он покаялся и был прощен. Но в Иудаизме есть три самых серьезных греха смерти, за которые прощение не предусматривалось. Первое – это идолопоклонство. Второе – блуд и кровосмешение. И третье – убийство. Убийство. Скажите, этот запрет относится только к Израилю или ко всем народам мира? Мы разбираемся, да? Что это есть и в семи законах Ноя. То есть, это относится абсолютно ко всем Иллюзмам. Только у Ноя там написано кровопролитие. Ну, мы можем кого-то додушить. Это вроде не кровопролитие, да? Вот. Но убийство. Поэтому будем говорить так. Первое – идолопоклонство. Второе – кровосмешение и блуд. И третье – это сознательное убийство. Мы уже говорили. Да? Запрет идолопоклонства. Он заключен в первой заповеди. Первой из десяти заповедей. Мы говорили, что есть десять заповедей главных, да? Шестьсот тринадцать заповедей представляют собой расширенное их толкование. И самая первая заповедь – это исход двадцатого глава второго стиха. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делая себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня. В оригинале «припоминающих» стоит слово, потому что Бог помнит, и наказание детей, которые грешили, еще будет больше, чем наказание отцов. Потому что и дети, и внуки, если они грешат, то они более серьезно наказываются. Если они приходят к Богу, то что? Вот это проклятие третьего-четвертого колена снимается. «Ибо я, Господь Бог, да, оказывающий детей за вину отцов третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, и творящих милость до тысяч родов, любящих меня, и соблюдающих заповеди мои». То есть, это закон, который предусматривает благодать и наказание. «И первое, что говорится, ни в коем случае не будет у тебя других богов перед лицом моим. И не делай себе никакого кумира, ни изображения, то есть ни статуи, ни изображения плоского картины для поклонения». Некоторые люди понимают, что это вообще запрещено изображать рисунки, да, или запрещено делать статуи и другие какие-то, ну, вот, например, в исламе. «Ислам» – это тоже основывается на религии Авраама Исаака Якова. Мы, когда разбирали вопросы уже религии, мы говорили, да, что есть общие и что есть различия. Но в исламе запрещено вообще любое изображение. Здесь же конкретно сказано «не поклоняйся». То есть, имеется в виду, нельзя делать изображение для поклонения, да? Как изображение искусства делать можно. «Но не поклоняйся и не служи им». В этом отношении, видите, этот запрет распространяется и на иконы. Ну, кстати, видите, просто православные не учат свою пасту. В православии нет поклонения иконам. Там четко описано, что иконам не поклоняются, но просто они слушают для иллюстрации, для изображения того, что происходило, допустим, для изображения. Библии, иллюстрации и так далее. Но о им не поклоняются. Ну, просто православные это не знают, потому что язычники как поклонялись истуканам, так и продолжают поклоняться. И говорят, чудотворная и верская там Божья Матерь и так далее. Ну, также самые языческие обычаи церкви, особенности, касающиеся Рождества. Я не против того, чтобы мы праздновали день рождения Господа Ишио. В какой-то день он родился. Правда, мы не знаем, какой. Вот. И до его прихода, скорее всего, не узнаем. Ну, ладно. Это уже Бог с ним. Но когда начинаются разные языческие обычаи, в особенности Деда Мороза, вот, то это дело уже страшно. И вы знаете, что, когда делали опрос в Америке, то где-то 50% опрашиваемых сказали, что Рождество – это день рождения Санта-Клауса. Мы видим, что такие вещи, они категорически запрещены Богом. И это очень страшно, когда люди верующие путают язычество, да, и поклонение каким-то изображениям или придуманную им либо святым. И Тора категорически это запрещает. Хорошо. Второй запрет. Это запрет кровосмешения и прелюбодеяния. Он содержится в седьмой заповеди. Исход 20 глава, 14 стих. Не прелюбодействуй. И конкретно он расшифровывается уже, что нельзя делать. Мы будем подробнее потом говорить, когда мы будем говорить о законах секса и семейной жизни. Вот что сказали мудрецы наши. Прелюбодеяние разрушает дом человека. Не только дом и семью, но весь город и всю страну разрушает оно. Вы знаете, что было такое прелюбодеяние в английской семье? Связанное с принцессой Дианой и принцем, да? И авторитет английской королевской семьи очень резко упал в глазах всего человечества. Потому что Англия была всегда христианской страной с высокими нравственными традициями. Конечно, там были некоторые короли, которые блудили, или принцы. Но когда это было выставлено на показ всему человечеству, и перемевались все косточки, да? У меня есть тоже очень интересный фильм. Называется «Королева», где рассказывается о всей этой истории. Рассказывается о королеве, о принцессе Диане. Я говорю, я хотел бы, чтобы эти фильмы, может быть, вы посмотрели как-то. Может быть, хотя бы раз в неделю делать такие вот просмотры. И учебные фильмы есть многие. Очень интересно. Видите, это запрещено. И тем более запрещены гомосексуализм, скотоложество, инцест, то есть, когда близкие родственники между собой, особенно кровные родственники. Мы тоже об этих запретах будем говорить. И третий запрет, очень важный, это запрет убийства. Содержится он в шестой заповеди. Исход 20 глава, 13 стих. Не убивай. Запрет кровопролития и стремления к прекращению войн и убийств – одна из главных идей наших пророков. Исайя во 2 главе 4 стихе говорит. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча. Ло иза гой, эль гой херем, не поднимет гой на гой меч, да? Ло эль миду от Милхама. И не будут больше учиться воевать. Поэтому закрет в кровопролитии – это запрет также на несправедливую войну, на военные преступления, а также на убийство плода. Вы знаете, да? Замена слова «ребенок» на плод, и вот вам, пожалуйста, убийство разрешено. Но человек появляется на свет в момент зачатия. В этот момент душа человеческая появляется. И мы знаем, что ребенок может слышать, ребенок может понимать то, что говорит и делает мать. И это очень страшное такое убийство. И очень тоже тяжело и сурово наказывается. Так же и самоубийство запрещено, когда человек убивает сам себя. Самоубийство в иудаизме называется часовым, покинувшим свой пост. Даже если у человека очень тяжелые и страшные обстоятельства, даже если очень тяжелая и мучительная болезнь, то еврейская традиция говорит, что, может быть, эти мучения и страдания даны человеку в этом мире, для того, чтобы в будущем мире он обрел благоволение у Господа и имел место в будущем мире. Вообще, вы знаете, где находится чистилище, согласно хасидской, например, традиции? Вот здесь мы сейчас находимся, в чистилище. И наша жизнь, да? Это и есть испытание, и экзамен, посланный нам Богу. И мы должны принимать, благодатно принимать, как в песне поется. Есть многие песни хорошие, написанные евреям, и очень с хорошими еврейскими мыслями. Так что все от Бога надо благодатно принимать. В противовес этим трем отрицательным указам даны в Торе три положительных указания. В противоположность запрету на идолопоклонство – это что? Шма Исраэль. Таразаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это означает, что Господь Бог не только наш Господь. Он есть Господь всех народов мира. Потому что сказал пророк Цефания. Цефания – это кто? В русской Библии – Сафания, да? Помните, в русской Библии она имеет традицию написания от греческой септуагинты. А греки не все имена произносили правильно. И Сафания говорит, 3 глава, 9 стих. «И тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Или, как сказано у пророка Захарии. Захария, 14 глава, 9 стих. «И Господь будет царем над всей землей, и в тот день будет Господь един, и имя Его едино». В противоположность к кровосмешению – святость. Сказано в Торе, Левит, 19 глава, 2 стих. «Объими всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». То есть каждому отрицательному, дано положительной, предписывающей заповедь. «И будьте святы, потому что я Господь, Бог ваш свят». Поэтому прелюбодеяние, оно расценивается и как прелюбодеяние перед Господом, да? Часто, когда мы говорим и читаем в Торе слово «прелюбодеяние», это может быть прелюбодеяние в физическом смысле, да? И может быть, когда народ Израиля прелюбодействовал и поклонялся другим богам. И в противоположность, да, в противоположность корополите или убийству, есть предписывающая заповедь. Левитам, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Анахи Ашем. Есть некоторые заповеди, и они особо важны, где Бог ставит свою личную подпись, да? «Я Господь Бог». И если Бог так говорит, то это очень важно. Раби Акива назвал это великим принципом Торы. «Ешуа» тоже подтвердил, да? И мы говорим часто «люби ближнего твоего, как самого себя». И берем половину от этого стиха. Но вы знаете, евреи, они всегда очень точны в определениях, да? Что значит «любить ближнего, как своего себя»? Все время говорить «я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя очень люблю, я так тебя люблю, ну просто так я тебя люблю». Это значит что? Не быть злопамятным, не иметь злобы, да? И не мстить. Мстим, когда мы отвечаем тем же, воздаем тем же, что нам да. Вот видите, око за око, зуб за зуб – это не предписывающая заповедь. Это заповедь, которая была дана, как говорил Ишева по жестокосердию Израиля, да? Вот. Но это не значит, что если нам дали зубы, значит мы должны ответить соответствующим образом. Это значит, что мы, если за выбитый зуб, не должны выбить два. Правда? Но говорится, что не иметь злобы, то есть не будь злопамятным – это заповедь. Мне очень тяжело соблюдать, вот лично мне, потому что я не мстительный, я ленивый человек, но очень злопамятный. Честно говорю. Для меня очень трудно выполнение этой заповеди. Но каждый из нас должен молиться, чтобы действительно была любовь. Когда мы не имеем против человека зла, это и есть любовь человека, а не так, как мы просто эмоционально проявляем. Помните, мы говорили, что любовь – это есть не эмоция, да, а решение нашего сердца. Решение нашего сердца. А эмоции появляются потом. И еще говорил тоже, первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь единый. А вторая – и возлюби Господа Бога сердцем своим и так далее. А вторая какая? Возлюби ближнего, да? Как самого себя, да. Идой больших всех заповедей нет. Поэтому есть разные понимания, что выделить, как главные заповеди. Вот книги Перкей-Авод. Есть книга такая Перкей-Авод «Поучение отцов». Я очень люблю эту книгу. Я ее даже переписал сам себе, да. Помните, я вам показывал переписанное. И там есть в самом начале, видите, один-два. Шимон Праведник был одним из последних мужей Великого Собрания. И он говорил, на трех основаниях стоит мир. На Торе, Га-Тора. Это записывайте. На трех основаниях стоит мир. Га-Тора, Тора. На служении Богу, Га-Авода. И добрых делах. Гмилут хасадим. Знаете, есть гмилус хэтаста. Гмилус, потому что... Да, правильно, гмилут хасадим. Добрые дела. Добрые дела. У нас часто как-то вроде говорят, этот человек добрые дела делает, он делами вроде хочет получить спасение. Это совершенно неправильная точка зрения. И в иудаизме тоже не спасаются люди по добрыми делами. Но мы выполняем заповеди Божьи. Да? И как мы можем показать, что мы любим Бога? Если мы любим ближнего своего и делаем ему добро. Если мы этого не делаем, значит, мы не любим Бога. И о том говорится и в Новом Завете. Это совершенно не отменялось. Значит, Шимон говорил, да? Шимон хасадик, Шимон праведник говорил, что на трех основаниях стоит мир. На Торе, на служении Богу и на добрых делах. Другой Шимон, сын Гамлиэля, сын Гамлиэля, говорил, на трех основаниях стоит мир. На правосудии, га-дин, суд. На истине, га-эмет. Га-эмет. И мире, га-шалом. На трех основаниях стоит мир. На правосудии, га-дин. На истине, га-эмет. И на мире, га-шалом. Как сказано, судом истины, справедливости и мира судите во вратах ваших. Хорошо. А чему учил Ишуа? Матфея, 23 глава, 23 стих. Ворю вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что даете десятину смятые, аниса и тмина, и оставили вождейшее закон. Некоторые говорят, что это для того, чтобы отменить десятину Ишуа сказал. Он не отменял десятину. Он просто показывал, что есть заповеди, и есть особо важные заповеди. Мы сейчас говорим об особо важных заповедях. И Ишуа говорит, что вождейшее законе суд, опять-таки, что? Га-дин. Хэсет, милость. И вера, эмуна. И это надлежало делать, и того не оставлять. Хэсет, это милость, да? Ке-ле-алям хаздо, ибо вовек милость его. Матфея, 19 глава, 13 стих. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея, 12 глава, 7 стих. Также говорится, как бы повторяется эта мысль. Да? Если вы знаете, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Да? Путь. Это то, что мы идем. Дерих или Галаха. Кто для нас Галаха? Сам Ишуа Галаха. Да? Истина. Эмед. И жизнь. Хай. Жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, Ишуа говорит. Что главное? Правосудие, да? Один суд. Милость. Хесед, которая превозносится на правосудие. Но милость без правосудия, она несправедлива. Да? Да. Вера. Эмуна. Добрые дела. Милут хасадим. Или дела милосердия. Тора. Тора. Значит, первое правосудие. Второе милость. Хесед, или добрые дела. Третье. Вера. Эмуна. Четвертое. Тора, или истина. Гаэмет. Пятое. Служение Богу. Гаавада. Некоторые говорят, вот служение Богу. И мы служим Богу только один раз в неделю. Кто в субботу, кто в воскресенье, там пару часов. Это не есть служение Богу. Правда? Это есть место и время, когда мы собираемся вместе. Мы, конечно, служим Богу. Но это не значит, что в другое время мы не служим Богу. Правда? Поэтому же делить нашу жизнь на богослужение и всю остальную жизнь – это неправильно. Служение Богу – это вся наша жизнь. И для еврея служение Богу означает, прежде всего, исполнение заповедей. Митцвот. И шестая – это мир. Га-шалом. Итак, первое – правосудие. Один. Второе – милость хасед, или добрые дела. Милут хаседим. Третье – это вера. Эмуна. Четвертое – тора, или истина. Гемет. Служение Богу – это пятое. Причем, служение Богу – это вся наша жизнь. И шестое – это мир. Га-шалом. Как говорит ортодоксальная еврейская традиция. Хотя, в общем, наши мудрецы считают все заповеди равными по степени значения. Однако, в отношении к некоторым сказано, эта заповедь равносильна всем заповедям Торы. Но это не значит, что если ты выполнил эту заповедь, то ты уже все сделал. Но это говорится, что если выполняешь эту заповедь, то она как бы тебя подвигает к выполнению других заповедей. В христианской традиции такое есть. Вот если ты начал выполнять заповеди, ты обязан выполнить все 613 заповедей, иначе тебе окорочут. Да. Так? Ну, хорошо, это Павел говорил, когда полемизировал. Вы понимаете, это касается полемики. Мы не спасаемся выполнению заповедей. Поэтому, неважно, 613 мы выполним, да, или просто 13, или только одну заповедь выполним. Но если мы выполним ее сердцем, то она для нас будет иметь такое же значение, как и выполнение всех 613 заповедей. Вы понимаете. Поэтому говорится, что если выполнить ту заповедь, значит, как бы выполнить все остальные заповеди. Обрезание. А мы говорили, га – это что? Артикль. Определенный артикль. Мы будем об этом говорить на еврейской ароматике. Если я говорю просто «машех», это не означает обязательно ишуа. «Машех» означает «помазанник», любой. Николай II тоже был «машех». Да. Но если я говорю «га, машех», то самый. Если я просто говорю «алям», это мир, вселенная. Если я говорю «га, алям», я говорю конкретно о какой-то вселенной, которой, например, мы живем. И так далее. «Ашем», «шем» – это просто имя. «Ашем» – это только относится к Божьему имени, да? Если я говорю «шемаем» – небо, но если я говорю «га, шемаем», я говорю конкретно о небесах в духовном смысле. Если я говорю «рох», это означает просто «фуф». Но если я говорю «га, рух», то это уже означает дух, да? То есть вот это главное добавляется. Итак, первое – обрезание. И мы говорим об резвизании физическом. Но есть обрезание духовное, да? И скажите, верующий в Ишуа, если даже он не обрезан физически, обрезан он сердцем. Если он не рожден свыше, то он обрезан сердцем. И это заповедь, как говорят мудрецы, выше всех других. Милосердие. Милосердие. Милосердие – это высшая степень. Если мы показываем милосердие людям, то Бог оказывает милосердие нам. Если мы соблюдаем абсолютно все заповеди, но нет у нас милосердия. Да? Или говорят «нет любви у нас». Что только от нас шум один. Об этом написано и в Новом Завете, да? В 13 главе 1 Коринфянам. Благотворительность. Благотворительность. Милосердие – это когда мы можем людям не только, допустим, что-то сделать хорошее, но и простить, например, грех. Да? Это тоже милосердие. Благотворительность, если мы конкретно жертвуем от себя что-то для людей. Не только деньги, но время, жизнь свою и все остальное. Правда? Это уже благоприятнительность. Четвертое – соблюдение субботы. Соблюдение субботы настолько важно в иудаизме, что есть очень многие племена евреев. Но их могло определить их еврейство только по двум признакам. Что они соблюдают субботу и не едят свинину. И Первая апостольская церковь тоже соблюдала субботу. И только решением, вы знаете, императора Константина суббота была перевесена на воскресенье. А вот Восточные церкви продолжали и продолжают соблюдать субботу до сих пор. Например, церковь в Эфиопии, Невстарианская церковь, которая, помните, мы говорили, евангелизировала практически всю Азию. Когда закончилась известная опиумная война в Китае, помните, Китай был закрытой страной. И вот это то проклятие, которое сами на себя навлекли англичане, и заодно американцы, как наследники англичан, выращивали опиумный мак в Индии, сами не употребляли, но завозили в Китай. А теперь, вы видите, из Китая все идет в обратную сторону. И вот, когда закончилась эта война, приехали миссионеры, множество миссионеров приехало в Китай. И оказалось, что китайцы традиционно соблюдают какой день? Субботу. И когда их хотели переучить на соблюдение воскресенья, они говорили, это есть вера наших предков. Мы всегда, всегда соблюдали только субботу. Вот такие интересные. Есть один исследователь, который вообще считал Конфуция евреем из колена Ашера. Не знаю, правда это или нет. Помните, Конфуция был такой? Знаменитый философ, который заложил основу. Он, кстати, тоже говорил, не делай другому то, что тебе ненавистно, это выгодно тебе и полезно для государства. Конфуция жил примерно во времена пророка Исаии. То есть, вполне мог, как говорится, в то время переселиться в Китай. Но это так сказано. Хорошо. Суббота очень важна. Потому что суббота, это три идеи содержит. Первая – это память о мироздании. Вы помните, когда Бог сотворил человека, что он сделал? Он осветил субботу, да? Да. Он осветил субботу. То есть, отделил субботу. И что сделал? Благословил субботу. И суббота была первым благословенным и святым днем. И я верю, что она была дана Адаму и всему человечеству. И я верю, что Адам праздновал субботу. И если говорить о еврейском народе, есть такое пословице, вы знаете, что евреи часто не соблюдали субботу. Есть разные варианты происшествия этой пословицы. Но суббота что? Хранила евреев. Да. И тот, кто соблюдает субботу, он свидетельствует, что Бог – творец неба, земли и всей вселенной. Основание. Исход, 20 глава. Вы помните, это 10 заповедей. И 10 заповедей считают христиане тоже для себя обязательными. Я тоже верю, что 10 заповедей, они и для евреев, и для неевреев даны. И там сказано, помни день субботний, чтобы святить его. Святить – освящать, значит, да? Освящать, отделять, праздновать. Потому что еврейское слово «праздник» – это не просто мы ничего не делаем, празднуем. Мы этот день посвящаем Богу. Чтобы святить, то есть освящать, посвящать Богу. «Шесть дней работы, и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни волк, ни осел и так далее, и всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Помните, мы говорили о пришельцах? Есть пришельцы двух видов. Те, которые вместе с евреями, хотя они не соблюдают таких наповедей некоторых, и те пришельцы, которые противоречат евреям, и всячески их смущают. Это другие пришельцы. Итак, видите, это касается не только евреев, но и неевреев, которые живут среди евреев. Поэтому у нас нет оснований, допустим, мессианское и еврейское общение говорит, что вы будете проснувать в субботу, вы будете проснувать воскресенье, правда? И я верю, что суббота будет восстановлена во всех церквях. Но это должно пройти от Бога, а не от нашей плоти. Мы не должны заставлять людей делать это. «Шесть дней создал Господь Бог небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и осветил его». И мы уже говорили, помните, что в католической традиции есть конкретно перенос субботы на воскресенье. В православной традиции нет такого переноса субботы на воскресенье, но православные сделали очень просто. Они переместили, селли седьмым днем воскресенья. Если вы возьмете наш календарь, да, то мы, оказывается, все соблюдаем седьмой день. Но седьмой день почему-то стало воскресенье. Видите, в традиции, смотрите, мы говорим, санды, манды, да, помните? Санды, манды, тюзды, вэнзды. Ну, понятно, санды – день солнца, манды – день мун, луны, да? Вэнзды – день Венеры. Сэттерн-дэй – это Сатурн-день. А откуда тюзды вот это взялось? Тюзды – это, как говорится, торс-дэй. Тор – это был божество деревьев скандинавов. А фрайды – это фрея, это богиня фрея. Это богиня плодородия, соответствовала вот и изиде, и других вот, другим богиням, да. И так, видите, сделали неделю, послащенную языческим богам. Так, делаем перерыв, да? Субтитры создавал DimaTorzok